Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Я немножко упражняюсь. Ну вот как раз тоже ролик будет немножко спортивный, потому что задали вопрос мне. Мне кажется, это будет важно послушать. Вот парень пишет. Владимир, сейчас я поднастрою немножко. Вы каждый день и по многу ходите пешком. Пожалуйста, расскажите о том, как правильно это нужно делать, чтобы была польза и при этом поменьше уставать. Каковы правильные техники, механика движения, постановка стопы и т.п. Ходьба, дыхание, обувь. Ну, что я могу сказать. Сразу вот я первый раз не заметил, я ему ответил, что никогда об этом не задумался, просто хожу. Вот он меня спрашивает, может быть, стоит задуматься. Я отвечаю, а зачем? Работает, не трогай. Ходьба меня не утомляет, я просто нахаживаю для здоровья. И вот тут первое, что поменьше уставать. Ребят, надо побольше уставать. Смысл ходьбы в том, чтобы именно уставать. Чтобы калории из вас уходили, понимаете? Вот что важно. Теперь насчет правильной техники, обуви. Ну, обувь. Ну, подбирайте, какая вам нравится. Вы же знаете свою стопу. Вот здесь я вообще хожу в теннисках. Мне так удобно. Я вообще... Нога не устает никак. Тем более, они разношенные. Вообще, раздолбанные уже. Наверное, я уже вокруг экватора прошелся. Вот, на улице в кроссовках. Ну, там асфальт. Конечно, в кроссовках. А здесь еще резиновая лента. Что, Господи? Я и босиком пробовал ходить. Да тоже нормально, в принципе. Пальцы только иногда цепляют. Вот, знаете? Я уже на эту тему говорил. Вот, пример из другой области. Собачники, да, кинологи. О, у меня одно время. Была боксерша такая. Ну, от чемпионистых родителей. И нас заставляли ходить там на какие-то эти соревнования. То есть... И вот там кинологи, их послушаешь. Это нельзя, то нельзя. Это вы делаете неправильно. Кости куриные собакам. Ни в коем случае вы что. А я так про себя подумал. Вот лиса. Она чем питается? Зайцами. Ну, заяц, в общем, если кто кушал, та же курица. Только с ушами. Вот. Ну и что вы много видели лис с распортыми желудками? Оттуда торчат зайчьи кости. Господи, они все перегрызают. Я как давал, так и даю. Вот индюшачьи не надо. Они уже очень твердые. А куриные барани, особенно бараньи ребрышки. У-у-у, красота. Вот. Ну, то же самое с ходьбой. Ребята, как вам удобно, так и ходите. Вы цель себе поставьте. Нахаживайте там в день 10 тысяч шагов, например. И все. Уж как вы ходите. Это вот, знаете, любят еще. Дыхание. Во. Вы неправильно дышите. Вот нужно не так дышать, а так дышать. На этом делают огромное состояние. Дурачков собирают. Они слушают. То же самое ходить. Ну, как ходите, так и ходите. Какая разница? Ну, обувь, да. Обувь, ну. Она не специальная. Ну, сколько у вас денег есть? Ну, купите, я не знаю, там, Найк. Если деньги есть, она хорошая очень обувь. У меня где-то была Найка. Вот. Ну, что еще? Дыхание. Я уже сказал. Вот. Ходить. Ну, то же самое. Ну, вот. Там нет ничего такого особенного. Главное, побольше. И уставать при этом. Вот и все. То же самое вот. Вы знаете, вот у них сейчас одна методичка, да, вот всех этих фитнес-тренеров. Вот у моей жены сноха. Ну, она и моя, по идее, сноха. Фитнес-тренер. Вот я как-то ей показал, как я растягиваюсь. Ребята, я все делаю неправильно. И вообще у меня ноги не оттуда растут. Ну, ведь я так понял. Она, конечно, так не сказала. Это нужно стопу так ставить. Эту так. Это то. Это все. Я ее послушал. И у меня всякое желание отпало. Вот честное слово. Ну, я не то, что причину нашел. Ну, правда, вот. Все не так. То не так. Это не так. Есть же, я уже приводил, в пример, у Марка Твена. Есть такой рассказ. Человек, который умел летать. И даже есть мультфильм. Там очень хорошо показано, как его профессор... Он действительно умел летать. И вот как его профессора осматривают там втроем. Старички такие пришли с горбленной. Вот. И он только разбежался лететь. Не, вы не так разбегаетесь. Нужна низкая стойка. Ножку нужно ставить так. Потом вот так. Ребята, это не балеты. Вы не профессионалы. А, ну, тот мужик, в конце концов, так и не полетел. Пробежал он правильно, но летать он разучился. Вот. Вы не профессионалы. Вот я, например... Ну, вот. У меня штанга вот сейчас висит. Там 95, что ли, этих самых килограммов. Фунтов, да. Ну, это килограмм 40 примерно. Ну, что я с ней? Что-нибудь сломаю? А мне все время пишут, что... Вот, нужно руки так держать. Шире держать. Уже держать. Половину пишут, шире держать. Половину уже. А я просто держу, как мне удобно. Вот и все. Я просто банально поднимаю вес. Понимаете, для чего? Ну, немножко развиться. И сжечь калории. Вот и все. С теми весами, с которыми занимаются толстяки. Да, боже ты мой. Что там можно сломать-то? Ну, аккуратнее. Просто, ну, вот по уму, да. Осторожнее. Что важно, так это разогреться, конечно, нужно. Перед занятием это, само собой. Вот. Ну, и не роняйте гантели на ногу. Все, что я могу сказать. Ребята, начинайте. Ну, можете почитать. Где-то там, Мэнс Хэллс. Всякие такие упражнения и так далее. Вот. А лучше включите Высоцкого. Вдох глубокий, руки шире. Вот и все. Я начинал с обычной такой вот этой физзарядки. И то мне тяжело было. Кстати, я вот табату еще полгода назад ругал. Наверное, даже меньше. А не было у меня полгода назад того веса, с которым можно заниматься. Было где-то, ну, 85, наверное, вот так где-то, да. Сейчас 74, я не задыхаюсь. Я в этой табате все успеваю. Видите, как все меняется. Вот и Вы. Главное, начните. А потом, когда уже будут наработки свои, научитесь всему. Ну, и все, наверное. До свидания. С Вами был спортивный. Спортивный такой доктор Влад. Ой, это у меня не работает опять что-то. Сейчас найдем, что работает. Эй, кнопка. Оп.